я приветствую наших зрителей сегодня понедельник и в эфире время очередного выпуска программы доживем до понедельника мы в прямом эфире а григорий гельфер и евгений гендин и елена кальянова в студии здравствуйте коллеги здравствуй коллега сегодня 50 выпуск да так что это у спорить с тобой насчет слова очередной 50 очередной но очередной но вот да так у нас сегодня 50 елена анатольевна с вами золотая свадьба по сути да практически горько после спасибо что вы с нами дорогие земляки телезрители те кто нас смотрит сетей нет и пишет в сети facebook как и сейчас мы прямо в эфире можно писать спасибо что ждете спасибо за теплые слова за очень редкие критические слова тоже спасибо мы работаем для вас работает бесплатно я по крайней мере здесь поэтому и доживая и рад что мы доживаем до понедельника до интересного понедельника но на самом деле прямой телефон у нас работает уже напомню 370 3101 он тоже работает бесплатно для наших зрителей звоните в течение эфира и сейчас уже столько бесплатно там уже вот этот вот знаменитый безвиза бесплатно то есть и в принципе вот 9 числа был день друзей международных и сейчас у наших вот соотечественников наверняка появится очень много новых друзей потому что ну просто вот сколько там ну почти 98 тысяч вот на 12 часов с момента вот вот этого вот объявления безвиза 98 тысяч людей как бы переехало туда за границей да но правда по безвиза по вот этим биометрическим паспортам 2302 человек то есть это каждый какой ну это каждый ну нет ну да даже если у вас это не догнали они поехали со старыми паспортами думая что без виза то без биометрических да ну на самом деле четырех там человек всего завернули но потому что оказывается у них была там уже какая-то история они в каких-то были компьютерах им было там в общем-то запрещено там в течение какого-то времени въезжать в ту же польшу то есть это нормальный показатель то есть на самом деле движение пошло чтобы не говорили чтобы там не писали но петр алексеевич вот очень пафосно значит все это отметил ну потому что это же ну как бы наверное главное вот достижение за всю его каденцию я просто боюсь что он уже не превзойдет вот этот вот свой пик поэтому отжималась по пиару как можно но в дело-то хорошее на самом деле вот заявил наш президент прощай немытая россия значит прощай ну на самом деле прощание будет как бы не таким быстрым но здравствуй в какой-то степени европа как говорят что нас уже там в прихожую по крайней мере пустили ну и думаю освоимся наш народ нормальный так что поехали ну где-то да и мы уже можем наделать им втапки мне кажется что процентов там не половина на процентов 30 из этих пяти процентов это были журналисты которые все ломанулись пробовать проверять в разные пункты не разочарованы же искать разочарованных там какие-то случаи мне кажется что в первый день это ну не может быть ничего такого прям вот еще нет статистики сколько вернется да статистики во первых нет все прям там и методички какие-то праздничные человека четыре уже не поедут на самом деле около 80 процентов пересекли границу на автомобильных пунктах пропуска 22 процента авиа авиасообщение и самым популярным направлением была польша 63 процента украинцев из тех которые вот поехали по без визу начали свое знакомство с европой именно с польши ну и я да я думаю что каша добавится и сегодня это тем более еще это были выходные дни там как-то поспокойнее там вот если вы не читала что уже польская граница там какие-то неполадки но там всегда там были всегда проблемы с вот этими вот торговцами мелкими вот лишь первое ношу в жизни пересечения мы там польс как девяносто первый год люди там сигареты в потолке в автобусе когда вот мы ездили один раз то мы какую-то визу не проставили и первая попытка не удалась на самолете вернулись в днепр поставили штамм и через брест проехали на самом деле кто-то там дается в эйфорию кто-то дается скепсис люди друг на другом патрунивают или бичуют друг друга кто-то за излишнюю эйфорию а кто-то друг друга за зрадофильство и скепсис в любом случае все равно как бы то ни было это ментальный сдвиг и ментальный прорыв все равно это это важное событие но и без пафоса это в принципе понятно что очень много не достигнуто очень много но это то в значительной степени за что выходили за что ну дай бог я думаю что вот потерпите мы в каждой программе на работе статистике и кстати позитивно уже сразу это сказалось на украинском паспорте украинский паспорт получил самый высокий результат после этого из всех постсоветских стран не считать только стран балтии он занял 3 30 место в рейтинге паспортов мира и причем если взять там паспорт с 8 фотография кальянова он был бы наверное первую десятку вошел за счет красоты какой из паспортов кальянова среднестатистический 3 30 место то есть у украинцев на счету теперь 119 безвизовых стран вот и первую строчку да на первом месте германия сингапур жители этих стран могут въехать 159 стран без виз потом идут швеция южная корея с безвизовым режимом 158 стран потом дания италия там финляндия франция британия япония сша и так далее до 157 безвизовых стран у жителей этих стран и украины значит 119 стран это 30 паспорт россию опережают россияне могут в 106 стран въехать но они ж только на танках хотя да вот 41 место мы опережаем кстати из европейских стран сербию у которого там 112 стран ну россия сказал 106 турция 105 молдова 104 катар опережаем и даже северную карьеру 38 только стран на последнем месте афганистан находятся жители афганистан даже свою страну ехать и в заключение хочу сказать чтобы чтобы не забывали все равно в этой эйфории о деньгах о деньгах все равно ведь надо иметь подтверждение а у разных и сколько у тебя денег насколько ты можешь обеспечить и несколько стран на завод не забыть значит для документов чтобы пустили через границу потому что вот на этом многие начнут обжигаться то есть например в норвегии 1580 гривен в день надо иметь подтвердить что тебе есть и гуляй вася не нагуляю швеция 1370 нидерланды тысячи испания 2000 вот но а вот эстония почему-то две с половиной тысячи гривен целых при том что латвия 400 польша популярная страна 2000 гривен надо на каждый день иметь в течение трех дней а затем 800 гривен день если более трех дней а вот у французов свои медленнее французов своя система тут вопрос имеешь ли ты жили подтверждение что ты живешь где-то или нет если у тебя есть подтверждение на что ты же есть где жить во франции то тысячу гривен если нет то три с половиной тысячи гривен день и последнее удобную штуку ввели например швейцария и например не помню еще какая-то страна но для студентов вот если ты не студенту 2600 гривен а для студентов достаточно 780 где этот список это они и пустят но он есть официально и на сайтах посольств и если ты хочешь вот провести пару уикенд например париже просто небо ты понимаешь что у тебя должно быть три с половиной тысячи гривен день на границе я просто хочу сказать вот просто я уже начал цитировать петра алексеевича еще скажу что он сказал что теперь вот любой гражданин украины может поехать в братья славу попить кофе да там какой-то офигенный кофе в братья славе или по пойти венскую оперу там билеты правда там по 300 по 400 евро ну да ну музей в какой-то можно сходить там бесплатно да но в любом случае это как бы вот первый этап ну как я уже говорил он преодолен теперь нужен какой-то второй вот верховная рада вот буквально на днях они внесли в некоторые законные изменения теперь там обозначено что кроме европы мы еще стремимся в нато то вы такие евро сапог натовской войны евроатлантических жанна да мы вот нашим это же выросли в страхе перед а узаконить в общем ну и по сути дела формируется новая такая значит цель значит как бы который надо идти натов в надпад даже поэтому всегда нам нарисуют что-то впереди хорошее и мы еще и виза с россией это еще не все на саммите в ноябре семнадцатого года украина намерена обсуждать в с европейским союзом вопрос о введении о снятии роуминга божешь ты мой сколько некоторые сми написали что его чуть ли не летом уже отменят но евросоюзе от обещают до 2020 возможно это же такой следующий шаг это же можно потом так отпиарить это это такая ментальность можно зайти сразу в интернет и посмотреть лермонтов ли сказал эти стихи или уже вот там как иди эту цитату или кто-то да там ну тоже же россияне они уже отреклись они сказали потомок этот потомок которого это не потомок это сын лейтенанта шмидта какой-то внучатый племянник он сказал что это эти строки вообще не принадлежат перу лермонтова он говорит что нет автографа этого произведения написанного рукой лермонтова она переписана кем-то с указанием что стихотворение было услышано от классика то есть есть произведение ему приписано а недостоверно принадлежащие как они на кавказ не он ехал отказались между прочим был рост 1 метр 54 у него не было я не знаю к чему это все равно у него попали так ему было 25 лет у него не было ни жены не детей 27 и ни жены не детей откуда вот эти племянники потом нет ничего не было там шотландии может быть он же даже шотландского рода шума столько лермонтова потому что он великий а вы что он великий русский шотландский а теперь они великим русском дипломатии ведь в принципе да мы эту тему но я для себя и здесь сегодня буду заканчивать безвиз ведь запоребрик безвиз колбасит как бы они не делали мину там при хорошую мину при плохой игре но конечно очень очень сильно их на штырит и колбасит выражаясь дипломатическим языком безвиз и вот жители счастливого крыма вот который оккупированного крыма они не просто не имеют безвиз но они же и шенгенскую визу не могут получить и вот лавров которые без украинской украинских паспортов вот и тут же министр иностранных дел соседнего государства по фамилии лавров он же тут скулил тряс своей знаменитой челюстью он говорит россия дескать готова к продолжению диалога с евросоюзом об обращенном режиме но не может в одностороннем порядке делать какие-то подарки ничего не получая взамен и напомнила бедных жителей крыма которые не могут получать визы по документам выданным оккупационными властями и плачет дескать коллективно наказали жители крыма и выдал очередной перл он это назвал преследованием по признакам географии я бы сказал еще преследуем по признакам ботаники и зоологии но на самом деле по признакам истории как бы тоже школьный предмет же есть такой стоит по признакам истории как бы да россия это такое многовековое зло но которая когда-то должно быть не к истории я бы все таки так не был категоричен не будь не будь хорошо не буду я не буду так категоричен как гентин потому что сегодня тем более празднику вот соседнего государства день россии он празднуется там вот всяко разного в частности многие люди вышли на митинги там значит антикоррупционные да там вот такие вышли на митинги значит там в питере в москве во мной там 187 городов там навальный есть у них такой значит лидер как бы оппозиции и там уже люди как бы точно навального задержали утку резиновую задержали там значит но там она ты поясни может не все зрители там аниматор типа не 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 они сделали фильм там про этого про медведево да и в нем фигурирует там домик для уточки и уточка стала таким мемом который обозначает что вот в россии все-таки есть коррупция в отличие от украины утку арестовали до утку арестовали да но больше она начала давать показания вот уже под кровать я думаю что но больше все что суткой все будет хорошо не волнуйтесь вот но мне больше всего вот как бы потрясло что в москве сейчас ну такая культурная программа и там поскольку москва позиционируется как третий рим да то там есть такие как бы зрелища которые были присущи риму первому то есть там типа гладиаторские бои значит продажа рабов это все ну как бы инсценировка кони в сенате да кони в сенате наверное там уже и кресты где-то будут стоять с распятым значит мальчиком в тросе жириновскими уже по времени раскали кого не надо того и распяли вот ну короче говоря там россия отмечает этот праздник дай бог чтобы не появились и другого что вы думаете по поводу того сейчас вот опять обострились такие разговоры о введении виз в россию и о введении там другого режима въезда россиян к нам это наше правительство так другого режима то есть раз все один режим это будут визы или это будут какие-то да вот я отношусь отрицательным чтобы не было виз ты хочешь ну у меня там живут дети внуки я патриот украины они тоже патриоты украины я ну я считаю что то в общем-то про к шаг правильные хотя я не я не считаю себя компетентным дать эту оценку интуитивно эмоционально ну как бы все равно у меня как бы я считаю государство государство россию как бы врагом и агрессором страны я это не подтверждено международными такими уж так это и не приняли и поэтому меня в голове очень трудно укладывается как можно не иметь визы и взаимоотношаться взаимоотношаться страны но я понимаю что это какие-то лозунги неподтвержденные то есть я действительно я понимаю что это создает определенные удобства и выбор между историческим вот этим выбором и неудобственными бытовыми это на самом деле очень часто оказывается такой вот жесткий поэтому ну сложно россияне конечно говорят что это невозможно сделать поскольку очень да все возможно возможно сделать невозможно жить без контакта вот я говорю невозможно вроде без одноклассников а живут на самом деле есть там три или четыре миллиона граждан украины которые находятся в россии и это живые люди но мы не обладаем на самом деле как бы я об этом сказал я об этом сказал делать какие-то такие я сослался на эмоциональную составляющую того что я говорю в любом случае на сегодня будут визы с россией или нет нужен биометрический паспорт и по-прежнему сохраняется ажиотаж очень большой хотя уверяют что бланков предостаточно никаких проблем там с напечатанием возникает 3 и 7 миллиона паспортов на сегодняшний день уже выданы это вот так без визу все так стали торопиться и по-прежнему просят если у вас нет надобности вот сейчас в ближайший месяц там ехать сидите до пересекать границу то не спешите бежать в отделение миграционной службы и сдавать документы на изготовление паспортов чтобы не было вот этого ажиотажа все нормально бланки есть всем хватит паспортов за границу хватит но мы говорили можно нельзя казалось как вот и как мы молодежь как или без вконтакте проживет а или как не мол молодежь 60-х 70-х без одноклассников тем не месяц данные вот интересные данные есть такой вот сколько ушло из рунета то есть российского интернета и сервис live internet ru он посещаем еще всего рунета показывает и вот сколько с момента закрытия вот рома шрайка он приедет на фестиваль блогеров я у него уточненные данные уже новые спрошу интересное исследование там очень глубокое провел и вот можно вот рисуночек вот диаграмма смотрите тонкая линия это ежедневно это после закрытия этих сайтов блокировки тонкая это ежедневно а толстые усредненные по толстой линии тенденция просматриваться но по толстым всегда тенденции общество просматриваться объясняю смотрите из украины в рунет то есть в русский интернет заходила до закрытия 24 миллиона человек ежедневно пользователей стало сейчас 10 миллионов то есть минус 14 миллионов в среднем ежедневно стало причем на момент вот этой диаграммы не все провайдеры заблокировали и не весь же рунет заблокировали заблокировали только платформа яндекс и mail ru дальше есть же сервисы из которых заходят на запрещенку что такое эти сервисы сервисы они как бы подменяют гражданство то есть ты заходишь или из германии или из штатов там германия штаты британия и нидерланды основные страны вот через которые это vpn и так далее да они поднялись в германия было 2 миллиона заходила в рунет из германии стала на 800 тысяч больше и штатов на 400 тысяч из британии на 250 тысяч из нидерландов на миллион то есть это войну 10 миллиона и того если подбить рунет потерял 14 миллионов вот наших а приобрел около двух с половиной то совокупные потери около 11 миллионов если взять в контакте с как бы самый популярный всего в контакте в день в контакт заходило 92 миллиона человек сейчас 83 миллиона то есть 9 миллионов потери контакта ежедневные а одноклассники было 46 стало 44 минус 2 миллиона что признано неожиданно мало украинский сетях сидят но это существенно что вот и публика на фейсбуке так вот фейсбук задвинить за за две недели на полтора украинский сегмент на полтора миллиона пользователей вырос за две недели но я кстати не увидел он как все равно же я уже говорил в жало плакался на фейсбук он уже там года или полтора все равно же мне кажется стола одноклассниковый характер да да появилась сейчас выводы в заключении какие из этого то есть пока что из 14 миллионов пользователей украинских потерявших доступ к санкционке так называемой воспользовались вот этими антиблокадными сервисами только два с половиной миллиона 18 процентов что говорит о том что или ленивые люди или не очень способны и те кто был в этих сайтах или просто но им не так уж оно и было надо вот собственно и все вместе мне кажется вот только каждый шестой воспользуется вот этими антиблокадными сервисами вот я не знаю мне может быть это кажется мне кажется что публика на фейсбуке немножечко начинает меняться действительно вот эти улика вообще всегда одноклассников они об этом мы поговорим на фестивале блогер вот эти вот цитаты всякие что с другой стороны вот европа нас радует всяко разно вот особенно скандинавия то есть это же зарубежный блок самая такая какая-то прогрессивная часть европы но в частности нас порадовала швеция именно стокгольмский суд который рассматривал вот иск между газпромами нафтогазом там я напомню что газпром и нафтогаз они там друг другу встречные иски мы им на 30,3 миллиарда долларов они нам на 47,1 миллиарда долларов ну там вся вот как бы загвоздка в том вот этот вот формат плати или бери да вот что даже если мы не да если вы не используете он очень как бы но был такой болезненный мучительный и на самом деле вот ну стокгольмский суд по крайней мере вот он уже там предварительно считает что с 2014 года мы платили по завышенной неправильной цене потому что она должна быть ориентирована на рынок газовый а не на нефть как было привязано вот раньше поэтому есть надежда что по крайней мере мы россии будем платить меньше а насколько мы меньше будем платить за газ это мы еще не знаю то есть ты думаешь что его выполнят это решение ну по крайней мере а россия возьмет и отменит стокгольмский суд ну не знаю стокгольмский суд нет это отменить трудно россия может отменить все по крайней мере для себя дай бог чтобы они не отменили чемпионат мира по футболу потому что украина вот опять же скандинавия немножко помогла да вчера был такой драматический хотя и плохой футбол вот где украина все таки со счетом 2-1 выиграла у команды финляндии сохранила шансы на то что она в общем то все таки что она команда с визами или без виз но поедет значит на чемпионат 2018 можно сюда же добавляя про футбол но перед этим же был украина мальта это вот это это можно украина мальта матч которого как оказалось не было не было такого матча это показалось нам что украина проиграла мальте позорно фифа да фифа не считает и не стокгольмский суд причем а потому что замен было 19 у мальты было 9 замен а украины 10 замен а можно в официальном матче только не больше чем по 6 замен делай и то есть в рейтинге считал каждый товарищеский матч равно страна теряет в рейтинге если проигрывает а вот хитрая украина получается не потеряла в рейтинге хитро а мальта историческую победу вроде бы одержала а очков не получила все равно потому вот лохи оказались а фифа нам не указ а мальта сейчас между прочим они председатели там или собираются быть евросоюзу фифа нам не указ и фифа тоже не лохи а лохи но извини пожалуйста ну и коль у нас зарубежный блок в ближайшее время возможно возможно состав одной из великих стран я говорю сейчас об америке может измениться поскольку жители такой интересной страны пуэрто-рико они на референдуме решили и одобрили нет нет она уже она была же там да вот они одобрили обращение конгрессу сша с просьбой пустить их в состав страны и стать еще одним штатом да они это делают уже пятый раз они с 2012 года бедные голосуют и голосуют исправно хотят и хотят ну вот пока сша никак не от не принимают их в мире они сказали что это вот как вы думаете что есть пуэрто-рико кроме вот еще бывшая ереська она же уже не там лучше чем они знаменитые там реки мартин во первых сахар они делают они там одни из самых красивых женщин считаются пуэрто-рико да 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 может быть там даже есть ведущая программа лозда живем вас до понедельника у них есть долг долг острова на сегодня составляет 72 миллиарда долларов я не умоляю очень классный для романа кого нет долг острова извините долг острова да ну красивые женщины я могу про культуру сказать да конечно вот тут во первых написала программу юля павелка некая расскажите пожалуйста о пирсе овечье и пирса вчера попали случайно очень понравилось но не входило в планы рассказать но рассказать двух словах ну конечно но вечер разве что в двух ну да но я хотел про фестиваль блог это хороший вечер ладно с вами как культурной столице приходить каждую пятницу в течение всего лета молодой перс молодые днепровские группы на набережной играют каждую субботу танцуйте сальсу каждое воскресенье классика на персе либо джаз на персе вчера был первый классика на персе это было офигенно очень 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 душевно нет я слушаю классику слушающий классики пока сальсу не танцуют слишком много для меня и в днепре состоится вот на этой неделе пятницу суббота воскресенья 16 17 18 действительно уникальное событие в это впервые в украине пройдет наконец-то фестиваль блогеров о котором много ломаются копия которым много в сети говорят и тем не менее днепр первый город куда съедутся более 30 ведущих блогеров страны очень много информационных атак было над фестиваль очень много искаженной информации было типа филатов собирает закрытый слет блогеров и так далее это будет 7 панелей открытых свободный вход в музей украинской живописи будут панели связаны с политикой с культурой с самой блога сферы с инновациями одна панель будет женщины блогеры тоже а там будут будут наташа влаще да про панели уже обшутили это в сети вот правда программе нашей не не шутили вот 6 панелей пройдет музей украинской живописи и одна панель в областной администрации которым в общем-то честно и плодотворно сотрудничаем фестиваль в рамках программы культурная столица принципе еще не было такого чтобы прежде это встречи открытые встречи блогеров с людьми будут и роман шрайк и карл волох и павел белянский и денис казанский горький лук и татуся бо и ирина медушевская роман скрепин самое самое разные и писатель и блогер кто все эти люди я тебе скажу но это полтора миллиона подписчиков вот кто все эти люди то есть это популярный тоже вопрос в сети от людей кто все эти люди на самом деле это люди которые они же приезжают умные люди которые я скептически отношусь к термину лидера общественного мнения как и сейчас вообще к фейсбуку но это надо признать что у этих людей как бы они действительно тебя читает там 30 тысяч людей то наверное ты чем-то интересен я говорю тебя абстрактно вот поэтому приходите ну пятницу в пятницу в пятницу да и не слушает меня никто и тем более ничтожные я добавлю что в 19.00 в пятницу в эту в дворике музея украинской живописи это рядом с православной церковью московского патриархата пока она и милиции между церковью ментами вот пятницу в 19 часов открытие во дворике это была платная реклама уже все мы уже время не все блогеры забрали все время драмы и комедии нет времени уже да спасибо за внимание оставайтесь на девятом канале кто все эти люди пока ничего не гранит если там есть другая Продолжение следует... Продолжение следует...